Привет, друзья, подписчики моего! У нас сегодня на обзоре дедушка Феникс от компании G5. Вот так внезапно. Но перед роликом, если ты настоящий любитель, профессионал, мастер в мире Бэйблэйда, то небольшое объявление специально для тебя. Привет, друзья! Перед роликом хочу поделиться с вами колоссальной информацией. 15 февраля, суббота, пройдет, не забывая мероприятие в мире Бэйблэйда в Москве, называется оно Бэйфэйст. И пройдет она по адресу Большая Почтовая улица, 1820, стороне 15, метро Бауманская. Я и Закупач вас там ждет, и фишка данного мероприятия это волчки Токаро Томи трем победителям. Вы представляете, впервые такое вообще происходит. За первые три места вы получите волчки Токаро Томи. Спонсором данного мероприятия является магазин Бэйблэйд24, который и предоставил огромную кучу, друзья мои. Я ее видел, совсем скоро вам покажу ее. И это просто что-то с чем-то, не забывая мероприятие. Помимо того, что там буду я и Закупач, там викторины, призы, разные конкурсы, Кубки Победителям, крутейшее шоу со светом музыкой. А еще ВКонтакте проходит конкурс репостов, пожалуйста, поэтому прийдите по ссылочке в описании, которая есть, ну, в описании к этому ролику. И там будет ссылочка на вот эту группу, на этот пост. Сделай репост данной записи и получи одного из 15 мастеров Диаболосов. Вы представляете, друзья, насколько это круто. И впервые только на этом мероприятии, 15 вероятеля, будет скидка на Такара Томми. Это вообще с ума сойти. Из колоссального выбора. Мастер Диаболос и Империал Драгон, GT набор. Много всего интересного, друзья, все в одном, в одном этом самом моменте вам не раскрыть. Поэтому прямо сейчас по ссылке, кстати, чекай. Вступай в группу, делай репост, волчки, подарок, который, да, Мастер Диаболос, отправлю тебе лично куда угодно, где бы ты ни жил. А еще каждый, кто придет на турнир, друзья мои, попадет ко мне в видео на канал. Просто сумасшедшее мероприятие, поэтому, бро, я не знаю, почему ты еще сидишь, почему ты еще не зарегистрировался. Прямо сейчас по ссылке в описании переходи, в группу вступай и смотри, закреп, делай репост и побеждай. 15 февраля Бэйфестиваль. Напоминаю еще раз адрес. Метро Бауманска, Большая Почтова улица, 1820, строение 15. Такого еще не было. Я и Закупач вас там ждет. Ну все, я начинаю ролик. Привет, друзья, подписчики мои. Ну что ж, сегодня я покажу вам вот этого Феникса и вот этого Феникса. Да, и вы скажете, что тут нового. А у нас сегодня вот этот Феникс от компании G5. И да, друзья, не забывайте, что ссылка на Бэйфест в описании к этому ролику. Приходите. И каждый, кто придет на мероприятие, попадет в мое видео. И все это будет на канале. Мне кажется, это просто фантастическая идея. Поэтому приходите, будет классно. Вот, такие же Фениксы, кстати, эксклюзивно для Бэйфеста. Итак, дедушка Феникс от компании G5. Давайте посмотрим, что он себя представляет. Потому что мы уже видели от СБ, от Флэйма. И вот тут даже видели ЮД провальный, ТД. Я Йонг Чингфа тестировал. Я столько видел. Это Каратом, и от Хасбро, и Перфект Феникс. И мы уже всех Фениксов, мне кажется, потестировали. И сегодня время Тандер Геро Бэйс 31 G5. Я вообще удивляюсь, компания G5 зашла... Сразу так, бух, залетело, и... Дед Феникс, бум! А Хасбро... А СБ до сих пор не может его вкинуть. Не знаю, с чем оно связано. Учитывая то, что Ревайв Феникс у них есть. И ситуация с крышкой у них реализована кривенько. Но в целом она есть. Давайте посмотрим, что у нас представляет бренд G5. Очень хочу я его потестировать. И если он окажется такой же сильный, как СБ... Ой, как Флэйм. То почему бы и нет? Я думаю, это годная. Будьте, что коробка тяжелая, кстати, сразу скажу. Она маленькая, компактная, тяжелая. В два раза меньше, чем у Флэйма. Так, и у нас тут... Ага, у нас тут пусто. Сектор пусто добрования. Вот такая ручка идет. Уже сразу, конечно, коцана. Это нормально. Так это должно быть. В принципе, в этом ничего ужасного критического нету. Давайте закрепим пускатель. И вот такой комплект. В принципе, да, драйвер вижу, который надо. Атомик, рама, диск, нулевка. В целом пока все окей. Он даже открывает. У меня сейчас, кстати, Флэймовский в основном касте. И SB-шний лиловый. У меня еще есть красный. Но пока вот лиловый я играю им. По наклейкам. Наклейки, ну, да. Конечно, мятенькие, это очевидно. Но что поделать. По драйверу. Драйвер Атомик. Сейчас, кстати, у Дэдфэнкса в компании Флэйм очень проблема какая-то с драйверами. Шарик вращается. Все работает. Качество... Ну, такое, знаешь, типа на уровне SB. Главное, чтобы работало. Дальше идем. Диск нулевочка. И вот он, сам Феникс. В принципе, достаточно симпатичный. Проверим, как держится рама. Сейчас на нем соберу я его. Оп. Слушай, ну, по внешнему виду мне нравится больше, чем Флэйм. Реально, как вам? Пишите в комментарии. Но это, мне кажется, уже посерьезнее дело. Но, в любом случае, надо тестировать. Просто так говорить тоже нельзя. И по драйверам, ну, вот разница у них. У Флэйма более такой, знаешь, матовый здесь. Более такой прозрачный. Смахит под токаротоми. Хотя я вот смотрю, как будто он как-то... Как будто как-то он... Не могу понять. А, нет. Мне показалось, что он вылезает, но вроде нет. Все, полетели тестить. Что же значит-то? Первый бейт, который мы протестим. Давай-ка поизон гидру. Так, начнем с малого. Чего бы и нет. Бейблейд! Все! Оу! О, нет! Что-то пошло не по плану. Так, стоять. Как так вышло? Как так вышло? По раме. Рама, кстати, держится. Ну, типа, она, конечно, вращается, но в целом держится. Как так вышло? Почему он крепился на пускалке? А ну-ка еще раз. Бейблейд! Годится. Чего-то я неправильно... Ну, видишь, Фениксы, они из Хасборовских пускалок так себе летают. Из веревочных у них проблемы. Бей сделали годным, силен, но столько геморроя с ним, если честно. Прям до безумия геморройный бей. Слушай, ну, гидру одолел. Гидру одолел, это уже хорошо. Давайте запустим теперь с новичком, с новиночкой, с мастером Диаболосом, которого, кстати, я разыгрываю на канале, друзья, и на бейфейсе он тоже будет эксклюзивно. Ну что, полетели? Да не, запускается нормально, первый раз подвис, но сейчас окей. Главное, правильно запустить. Да в любом, это самое главное, в любом моменте, с любым боем главное правильно запустить. В целом работает, пока претензий нет, пока не сломался, это уже радует. Давайте кого-нибудь возьмем, даже не знаю, хочется кого-то... О, слэш Валькирия, сразу мясо, сразу узнаем, что он, кто, где. Если уж разломается, то от Валькирии точно сломается. Смотри, Валькирия не может его догнать. Она в целом его выкинула, потому что он легче. Но мы его вернули, и Валькирия проиграла. Мне так не понравилось, давайте бой переиграем, мне так не понравилось. Бейблейду, Берст. Слушай, но Валькирия вот сейчас не смогла выкинуть, я думаю, сейчас все будет очевидно. Да, Валькирия проигрывает, и Феникс побеждает с отличным отрывом. Идем дальше. Крэш Ректару. Берст. Все, Крэш Ректару, и оно и было очевидно. Слушай, ну годная штука, если честно. Давай, какого-нибудь еще? О, Бастер, Скалибр от СБ. Сейчас мы узнаем, кто на что здесь способен. Берст. Да, запускается нормально. С первого раза не зашло, но вы знаете, это мой канал, тут нормально это. Не, конечно, у Скалибра не было шансов. Естественно. Дальше идем. Хочется кому-то... Джагмэн Джокера. Куда же без теста на Джокера. Бейблейд Берст. Оу, взрывной финиш. Вылетел в Феникс, но вернулся и выкинул еще диск от Джокера. Слышь, но... Меня не могу понять, почему он так скачет по арене в начале. Может быть, это типа как Хэлс Саламандра. Такого, по идее, быть не должно. Но в целом побеждает. Давайте сейчас жесткий тест проведем. Еще у меня один выносливый Бейблейд. Это Звей Лонгинус. Так, давайте первым запустим Фафнира. Ой, вот он, Феникса. Тест на стрессоустойчивость. Да, ну-ка подожди. Ай, не получилось у меня вернуть его на ринг. Как теперь достать? Иди сюда. Не стесняйся, братан. Слушай, ну выкинул Лонгинус. Но Лонгинус мощный Бейблейд. Ничего не поделаешь. Но в целом, давай-ка еще разок. Это 1-0. То есть, если там мы рассматриваем его для турнира. Для Байфеста. Вау! Дамы и господа! Слушай, ну это все. Это машина уничтожить Лонгинуса. Да, он SB-шный. Все, остынь, остынь. Да, он SB-шный. У него не самые сильные защелки в мире. Но Лонгинус обычно всех просто рвал. Не, нормально. Защелки его хорошие. То есть, годится, годно. Но это было чума. Это пушка-гонка. Мне дико понравилась такая комбинация. Давай как Елесик посражаем. Хотя я понимаю, в чем дело закончится. Но в целом, почему бы не посражать его? Я не особо хочу его тестировать против флеймовского SB-шного феникса, потому что здесь вопрос в запуске. Каким ты его запустишь? Но давайте, наверное, попробуем. Я не хочу этого делать. Не знаю, что будет. Давайте вторым запустим, чтобы было честно. Ой, первым. Первым запустим его. А потом флеймовский. Давайте посмотрим. Как я говорю, выиграет, значит, выиграет. Смотри, новичок гоняет по арене. Держится довольно достойно. Слушай, ну ничья. Ну ничья с флеймом. Я думаю, это было... Все-таки я бадал победу этому, потому что я запускал его первым. Давайте проведем с SB такой же тест. Вот SB, да? Не могли драйвер подкрасить? Берсту. Слушай, ну... Сильный бой. Реально сильный. У меня от G5 есть красный Air Knight. Как мне сказали, что он от G5. Пока претензий нет. То есть он не сломался. Он побеждает. У него хороший драйвер. У него верные детали. И это круто. Если G5 и дальше будет меня радовать, то у нее есть... И по качеству она очень похожа на SB. Я бы не сказал... Флейм, да. Флейм по качеству уступает. SB по тактильности это очевидно. G5 пока у SB я бы не сказал. Я думаю, они на равных. По крайней мере, по деталям явно G5 в плюсе. Что касается Феникса. Смотри, проигрывает он Ревайву. Да, проиграл Ревайву. И здесь уже была ничья. А Ревайв победил. Причем, кстати, когда я играю дома вот этим Фениксом Лиловым, я побеждаю. Ну, то есть, да, типа он выигрывает. Когда я играю на турнире этим чуваком, у меня не получается. И выиграть я не знаю почему. Вот. Но данный представитель Бейблейда, слушай, ну годная штука. Он красивый. Он внешний. Он тактильный. Он даже очень похож по цветам... По гармоничности цвета. Похож на Токаратоми. Очень похож. И в целом это прям лайк-лайк-лайк. Ну и что, и все. Лайк, подписка на канал, ссылка на бейфет, в описании к этому ролику. С вами был Чудучий Нюга Моша. Всем пока-пока. Увидимся на турнире. До свидания, друзья мои.